Дипломы и нагрудные знаки вручала вице-губернатор Анна Менькова. Знаки отличия получили 32 человека. Все они авторы публикаций, научных статей и книг. Губернатор края Вениамин Кондратьев лично поздравить лауреатов не смог. Сейчас он находится на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, но слова приветствия и поздравления передал. Ваши разработки, проекты многогранные и разнообразные, полностью соответствуют требованиям времени. Это крайне важно, так как сегодня ни одна сфера, включая науку, образование и культуру, не может существовать обособленно. Все они должны быть вовлечены в процесс жизни нашего региона, отвечать задачам развития края, настроению и запросам общества. Надеюсь, эта премия станет еще одним стимулом для вашей дальнейшей плодотворной деятельности. Лауреатов поздравила и вице-губернатор Анна Менькова. Она отметила, что именно эти люди и являются локомотивами экономики. Именно ваши проекты позволяют сегодня региону развиваться и делать шаги дальше. Дорогие друзья, от всего сердца благодарю вас за ваш труд, за то, что вы преданы своей профессии, за то, что вы двигаетесь дальше, за то, что вы занимаетесь наставничеством, воспитываете учеников и позволяете сегодня науке во всех сферах, абсолютно очень важных для региона, выйти на новый уровень. Авторы 15 лучших конкурсных работ сегодня получили премии по 100 тысяч рублей от администрации региона. Кроме того, на торжественном приеме вручили госнаграду и присвоили звание заслуженной изобретателем Российской Федерации профессору технологического университета, а медаль за выдающийся вклад в развитие Кубани второй степени получил профессор из аграрного вуза. Премия края в области науки, образования и культуры была учреждена 19 лет назад. За это время награды получили почти 700 лауреатов. Многие научные труды создавались коллективно. Елена Авсецина, телекомпания ФКТ.